Слово четвертое о непостижимом. Доказав раньше, что Бог непостижим для людей, и даже для хируримов и серафимов, можно было бы оставить этот предмет и не продолжать более. Но так как наша ревность и заботливость не к тому только клонятся, чтобы заградить уста противников, но и к тому, чтобы более научить вас, возлюбленные, то коснемся опять того же предмета и продолжим речь. Занятие этим предметом и вам сообщит более познаний, и нам доставит славнейшую победу, истребив остаток ереси, какой мог еще удержать. Так и вредные растения надо бы не только срезывать сверху, иначе они снова вырастают от корней, находящихся внизу, но и вырывать их из самых внутренних недр земли, и выбрасывать открытыми на солнечный зной, чтобы они скорее засохли. И так я словом возведу вас опять на небо, не для того, чтобы испытать и исследовать небесное, но чтобы уничтожить неуместную любознательность тех, которые не знают самих себя и не хотят знать пределов человеческой природы. Для этого я весьма обстоятельно показал вам, как для праведника было невыносимое явление не только Бога, но и ангелов. Излагая вам всю эту историю, я неоднократно замечал, как блаженный Даниил бледнел, трепетал и находился в состоянии, не лучшем состоянии обмирающих, когда душа порывается расторгнуть узы плоти. Как ручной и смирный голод, живущий в каком-нибудь домике, и испуганный чем-нибудь, страхи взлетает в потолку и старается вылететь через окна, чтобы освободиться от испуга. Так точно и душа этого блаженного мужа старалась выйти из тела, всячески порывалась вон, и вышла бы, отлетела бы и оставила бы тело бездушным, если бы ангел не поспешил тотчас же избавить ее от смущения, и не возвратил опять собственное ее жилище. Это я говорил тогда для того, чтобы эти люди, узнав, как велико различие между ангелом и человеком, и вразумившись превосходством небожителя, отстали от своего безумия в отношении к Господу. Праведник, имевший такое дерзновение, не мог смотреть на ангела, а они, столь далекие от его добродетели, исследуют не ангела, но самого владыку ангелов. Даниил укоротил ярость и львов, а мы не можем одолеть даже лисиц. Тот расторг пополам дракона и дерзновением перед Богом победил природу зверя, а мы боимся и малейших присмыкающихся. Тот остановил царя, свирепствовавши подобно льву, и вившись, укротил гнев на ухода носора, устремившегося против толпы иноплеменников, сильнее всякого пламени, и озарил светом все сокровенное. Но и этот просветитель, увидев пришедшего к нему ангела, был объят ужасным мраком. Какое же оправдание будут иметь те, которые усиливаются постигнуть блаженное естество Божие? Но на этом я не остановил тогда свои беседы, а возвел речь и к мудрым силам, сказав о том, как они отвращают свои взоры, закрываются крыльями, выпрямляют свои голени, непрестанно словословят, равно как и о том, что всем этим бестелесные силы обнаруживают свое изумление и ужас. Чем они мудрее, чем ближе нас к неизреченному и блаженному существу, тем более нас знает непостижимость его. Потому что высшая степень мудрости производит высшую степень благоговения. Я сказал вам, что такое неприступное, сказал, что оно значит гораздо более, чем непостижимое. Присокупил и причину, состоящую в том, что непостижимое оказывается непостижимым после исследования. А неприступное не допускает и приближения, и начало исследования. Приведший пример моря. Заметил я, что Павел не сказал о Боге, будучи светом неприступным, но во свете живущий неприступным. А если жилище неприступно, то тем более живущий в нем Бог. Это говорил Павел не для того, чтобы ограничить Бога местом, но чтобы точнее выразить непостижимость и неприступность его. Указал я и на другие силы, на херувимов, и сказал, как над ними являлась тверть, кристалловый камень, подобие престола. Вид человека, огонь, дуга. И после всего этого пророк сказал, все видения подобят славы Господней. Во всем этом я показал вам снисхождение Божие, которое, однако, невыносимо и для высших сил. 114. Не напрасно я повторяю это, но потому что считаю себя вашим должником в том, что обещал вам, и хочу узнать с точностью, что я заплатил и что еще осталось. Так поступают и должники при уплате займа. Взяв расписку, где записан весь счет, и показав своим взаимодавцам, они уплачат остальное. Посему и я, раскрыв память вашей души, как бы книгу, и указав словом, как бы перстом, на преподанное, перехожу теперь к остальному. Что же осталось? Осталось доказать, что ни начало, ни власти, ни господство, ни какая-либо другая сотворенная сила не имеет точного понятия о Боге. Есть и другие силы, которых мы не знаем и по именам. Представьте же безумие еретиков. Мы не можем даже знать имен рабов, а они исследуют самое существо владыки. Есть ангелы и архангелы, престолы и господства, начало и власти. Но не одни эти сонны существуют на небесах, а бесконечные полщища и несчастливые племена, которых не может изобразить никакое слово. Откуда же известно, что кроме этих сил есть много других, которых мы не знаем и по именам? Павел, сказав о первых, упоминает о вторых, выражается о Христе так, посадил его превыше всякого начальства, власти, силы и всякого имени, именуемого не только в веки всем, но и в будущем, и в христианам 1.21. Видите ли, что есть некоторые имена, которые будут известны там, а теперь неизвестны. Поэтому Павел и сказал, не только в веки всем именуемое, но и в грядущем. И удивительно ли, что они не имеют точного понятия о существе Божием? Это доказать нисколько не трудно, так как и о многих из дел домостроительства Божия не знает высшей силы, начала власти и господства. А это я докажу словами апостола, что некоторые из них вместе с нами узнали о делах домостроительства его, о которых раньше нас не знали и не только узнали вместе с нами, но и через нас. Войны не сказался, говорит апостол, но открылся святым апостолом и пророком, стал сонаследником и стелесником народа, сопричастником обетования его. А обетования даны были иудеям, благовествованием, которого я, Павел, сделал сослужителем, нечестя нам 3.5. Откуда же видно, что вышние силы узнали об этом только ныне. Приведенные слова относятся к людям. Послушай. Мне, меньшему из всех святых, говорит апостол, дана была сия благодать, благовествовать во язычниках неисследимое богатство Христово. Что значит неисследимое? То, что не может быть найдено. И не только не может быть найдено, но даже исследуемо. Пусть эти еретики опять послушают, как часто непрерывно он бросает в них стрелы. Если богатство неисследимо, то как может быть неисследимым, не неисследимым податель богатства? И просветить всех, что есть смотрение тайны сокровенной в Боге, да скажется ныне началом и властям, церковью многоразличная премудрость Божия стихи девичьих. Слышишь ли, что небесные силы узнали все это теперь, а не прежде? Что замышляет царь, того не знает щитоносец. Да станет известной ныне началом и властям церкви многоразличная премудрость Божия. Посмотри, какая честь оказана человеческому роду. Вместе с нами, через нас, высшие силы, узнали тайны царя. Но откуда видно, что апостол говорит здесь о небесных силах? Началами и властями он называет иногда и демонов, ибо наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мероправителей тьмы века сего. Не о демонах ли и здесь говорит он, что они тогда узнали об этом? Нет. Он говорит о высшних силах. Сказав началом и властям, он присовокупил. На небесах эти начала и власти небесные, а те начала и власти поднебесные. Поэтому он называет последних и миродержателями, выражая, что небо для них недоступно и что всю свою власть они обнаруживают в здешнем мире. 516. Видишь ли, что небесные силы узнали это вместе с нами и через нас. Но теперь я поведу речь в уплату долга и покажу, что существа Божии не знают ни начала, ни власти. Кто говорит об этом? Уже не Павел, ни Исаия, ни Езекииль, но другой святой сосуд. Сам сын Грома, возлюбленный ученик Христов, Иоанн, возлежащий на персиях Господних и подчерпавший из них божественные струи. Что же говорит он? Бога никто никогда не видел. Поистине, сын Грома издал голос громче трубы, который может пристыдить всех прикословящих. Однако обратим внимание и на то, что, по-видимому, противоречит этому. Что скажи мне, вещаешь ты, Иоанн? Бога никто никогда не видел. Что же нам думать, когда пророки говорят, что они видели Бога? Так Исаия, говорит, видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Исаия 6,1. Так же и Даниил и видел, доколе были поставлены престолы, и воссел ветхи днями. И Михей видел Господа Бога Израилева, сидящего на престоле своем. 3 Сарф 22,19. И еще другой пророк видел Господа, стоящего на жертвеннике и сказал мне, порази очистилище, Амуд 9,1. И много можно собрать таких свидетельств. Как же Иоанн говорит, что Бога никто никогда не видел? Нужно знать, что он говорит о точном понятии и ясном ведении. А все виденное пророками было снисхождением, и никто из них не созерцал чистого существа Божия, как видно из того, что каждый из них созерцал Бога различным образом. Бог есть существо простое, несложное и не имеющее образа. А они все видели его под различными образами. Это также объявляет Бога через другого пророка и удостоверяет, что пророки видели нечистую сущность и говорит, я умножаю видение и в руках пророческих уподобился. Осень 12, 10. Не самую сущность мою показывал я, говорит он, но снисходил приспособительно к немощи созерцавших. Притом Иоанн говорит не о людях только, что Бога никто никогда не видел. Это известно было из вышесказанного, то есть из пророческого изречения, в котором говорится, я умножил видение, в руках пророческих уподобился. И из ответа данного Моисея, именно когда Моисей желал видеть Бога лицом к лицу, он сказал ему, не может увидеть лицо мое и остаться жив человек. Таким образом, это уже было известно нам и не подлежало сомнению. Итак, не об одном нашем роде, но и о высших силах, говорит Иоанн, что Бога никто никогда не видел. Поэтому Он указывает на единородного, как на учителя этого догмата. Чтобы кто-нибудь не сказал, откуда это известно, он присовкупляет единородный сын, сущий внедре отчим. Он явил, приводя достоверного свидетеля и учителя этого догмата. Если бы Он хотел объяснить нам изречение Моисеева, то излишне было бы говорить, что единородный исповедал, показал его. Не сказал бы он, единородный сын явил. Потому что еще прежде, нежели произнес это Иоанн, наученный единородным, вознесил нам о том же пророк, наученный Богом. А так как Иоанн хотел открыть нам нечто большее, сказанного прежде, именно то, что и высшие силы не видят Бога, то он и приводит учителем единородного. Под видением же здесь разумеет знания. У бестелесных сил нет ни зрачков, ни глаз, ни ресниц, но что у нас видение, то у них знания. Таким образом, когда ты слышишь, что Бога никто никогда не видел, разумеет то, что никто не познал Бога по существу, по всей точности. Когда услышал Серафима, что они закрывали лица и отвращали взоры и хирурвимах, что они делали то же самое, не думай, что у них есть глаза или зрачки, это принадлежности тел, но веруй, что через это пророк указывает на их знание. Когда пророк говорит, что они не могли видеть нисходящего Бога, то разумеет не что иное, как то, что они не могут воспринять ясного знания о нем и точного постижения, и не дерзают пристально смотреть не только на чистое и совершеннейшее существо, но и на самое снисхождение его. А пристально смотреть значит знать. Поэтому евангелист, признавая, что человеческой природе не свойственно знать это, и что Бог непостижен даже для высших сил, выставляет нам, учителем этого догмата самого сидящего одесной Бога, и знающего это в точности. Притом он не просто сказал «Сын», хотя этого слова было бы достаточно для того, чтобы загородить уста бесстыдных, ибо как много называвшихся Христами, но истинный Христос один, и много называвшихся Господами, но Господь один, и много называвшихся Богами, но Бог один, так многие называются и Сыном, но Сын один, и прибавка члена феи достаточно может показать преимущество единородного. Однако евангелист не удовольствовался этим, но сказав «Бога никто никогда не видел», присовокупил «Единородный Сын, сущий внедрю отчим, он явил». Сначала он сказал «Единородный», а потом «Сын». Потому что многие по общности этого названия уничижают его славу, почитая его одним из многих сынов, так как название «Сын» есть общее всем. Апостол сначала поставил название единородный как принадлежащее ему исключительно собственно и не свойственно никому другому, чтобы ты был уверен, что и то общее название «Сын» не есть общее, но его собственное исключительное и никому другому не свойственное так, как ему». 518 Что пояснить сказанное «Мно я раскрою то же самое полнее?» Название «Сын» принадлежит и людям, принадлежащим и Христу, но нам не собственно, а ему собственно. Название же единородное принадлежит только ему и никому другому не принадлежит, даже и не собственно. Итак, чтобы ты из названия не принадлежащего никому, кроме его одного, ты заключил, что и другое название принадлежащее многим, есть его собственное. Апостол сначала и сказал «Единородный», а потом «Сын». Если же для тебя недостаточно и этого, говорит он, то я приведу еще третье понятие, хотя простое и человеческое, однако такое, которое может и при смыкающихся по земле возвести к мысли о славе единородного. Какое же это? «Сущий внедре отчим». Выражение простое, но достаточное для значения близости. Если мы будем принимать его Бога прилично, как слыша о престоле и сидении одесную, ты представляешь ни престол, ни место и ни очертания, но под названием престола и общением в сидении разумеешь одинаково сираемство, чести, так и слыша о лоне, представляя ни лона и ни место, но под названием лона разумеет близость и дерзновение сына в отношении к родившему. Пребывание в лоне гораздо яснее, нежели сидение одеснуя открывает и изображает нам близость его к родившему, потому что ни отец не мог бы иметь сына в своем лоне, если бы он был ни одного и того же естества с ним, существа. Ни сын не перенес бы пребывание в лоне отчим, если бы существо его было ниже. Посему, так как сын единородный пребывающий в лоне отчим в точности знает все отчие, то евангелист и употребил эти слова, чтобы представить точное знание сына об отце, потому что речь была о знании, а если это не так, то для чего упомянута лона? Если Бог не есть существо телесное, так и действительно он не таков он, если приведенное выражение не указывает ни на сродство, ни на близость к родившему, то оно поставлено без причины и напрасно, не доставляя нам никакой пользы. Но оно поставлено не напрасно, нет, дух ничего не вещает напрасно, а показывает близость сына к отцу. Евангелист изрекает ту великую истину, что и вышние твари не видят Бога, то есть не знают его в точности, и желая представить достоверного учителя этой истины, употребляет приведенные слова, чтобы ты верил во всем ему, как сыну, как единородному и как пребывающему в лоне отчим, и ни в чем уже не сомневался. Если бы никто не оказался столь бесстыдным, чтобы спорить, то я сказал бы, что это слово доказывает и вечность. Как в словах, сказанных Моисеем, «Я, сущий», мы разумеем вечность, так и в этом изречении «сущий» в лоне отчим. Можно разуметь вечное существование сына в лоне отца. Итак, всем этим у нас доказано, что существо Божие непостижимо для всякой твари. Затем остается доказать, что только Сын и Дух Святой знают его со всей точностью. Но отлагая это другой беседы, чтобы множеством сказанного не обременить памяти, я опять предложу обычное увещание. Какое же у нас было обычное увещание? Пребывать в непрестанной молитве трезвенным умом и бодрственную душою. Беседу и прежде об этом я видел во всех готовных к послушанию. Посему странно было бы, обличая беспечных, не хвалить исправных. Итак, я хочу сегодня похвалить вас и воздать вам благодарность за послушание. А эта благодарность будет состоять в том, что я объясню вам, почему та молитва бывает прежде прочих, и для чего диакон повелевает тогда вводить безноватых и одержимых злым неистовством и наклонять им голову. Для чего же он делает это? Демонское обладание составляет узы тяжкие и мучительные, узы крепчайшие всякого железа. Как в то время, когда выходит судья и намеревается сесть на возвышенном месте, темничные стражи выводят из здания всех содержимых в темнице и помещают их за решетками и за навесами судилища, неопрятных и нечистых, обросших волосами, одетых в рубище, так точно по усыновлению отцов, в то время, когда Христос имеет явиться в таинствах и как бы сесть на возвышенном месте, приводятся бесноватые, как бы какие узники, и для того, чтобы они отдали отчет в преступлениях, как те узники и подверглись наказанию и мучению, но чтобы в присутствии народа и всего города внутри храма совершались о них общие молитвы, чтобы все единодушно умоляли о них общего владыку и сильным воплем просили помиловать их 521. Прежде я обличал тех, которые не остаются на такую молитву и проводят это время вне храма. Теперь я хочу обличить находящихся внутри храма. Не за то, что они находятся внутри, но за то, что они оставались здесь, бывает нисколько не лучше пребывающих вне, разговарив между собой столь страшное время. Что делаешь ты, человек? Видишь, сколько твоих братьев как бы в узах стоят около тебя и разговарив о предметах посторонних? Неужели одного вида их недостаточно, чтобы поразить тебя и расположить к состраданию? Брат твой в узах, а ты в беспечности? Какое же, скажи мне, может быть прощение тебе, столь бесчувственному, столь бесчеловечному, столь жестокому? Как ты не боишься, чтобы в то время, когда ты разговариваешь, предаешься беспечности и растерянности, какой-нибудь демон, выскочив оттуда и нашедший твою душу праздной и пустой, не вошел беспрепятственно в дом твой, увидев его оставленным без дверей? Не следует ли в этот час всем вместе проливать источники слез, всем смотреть плачущими глазами и во всей церкви происходить сетованием и воздыханием? После приобщения таинств, после принятия бани возрождения, после сочетания со Христом, этих агнцев, волк успел похитить из стада и удержать их у себя, а ты, видя такое несчастье, не плачешь, достойно ли это прощения? Ты не хочешь сострадать брату? По крайней мере, страшись за себя самого и бодрствуй. Если бы ты увидел горящим дом своего соседа, то скажи мне, хотя бы этот сосед был злейшим из всех твоих врагов, не побежал ли бы ты гасить пожар, опасаясь, чтобы огонь, распространяясь далее, не дошел до твоих дверей? Точно так же рассуждай и обесноватых. Демонское обладание есть жестокий пламень и пожар. Смотри, чтобы демон, пролагая себе дорогу, не занял и твоей души. И когда заметишь его присутствие, с великим усердием прибегни к владыке, чтобы демон, увидев душу твою пламенную и бодрствующую, признал твой ум недоступным для себя. Если он увидит тебя рассеянным и беспечным, то скоро вселится в тебя, как в пустое жилище. А если увидеть тебя внимательным, бодрствующим и стремящимся к небесам, то не дерзнет даже смотреть на тебя. Итак, если ты презираешь братьев, то побереги по крайней мере себя самого и загради лукавому демону вход в твою душу. А ничто так обыкновенно не ограждает нас от его нападений, как молитва и усердное приношение прошения. Это именно и повелевает всем диакон, когда говорит «просьте, станем добре». И это установлено не напрасно и не без причин, но для того, чтобы мы возвышали присмыкающиеся по земле помыслы, чтобы, отвергнув рассеянность, происходящую у нас от забот о предметах житейских, могли представить душу свою прямо стоящую перед Богом. А что это справедливо, и что слово это относится не к телу, а к душе, и повелевает исправлять ее, можем узнать и от Павла, который употребил это выражение в том же смысле. В послании обращаясь к людям, павшим и отчаявшимся, под бременем несчастья, он говорил «Укрепите ослабевшие руки и ослабленные колены исправьте». Что же мы скажем? Неужели он говорит о руках и коленах телесных? Нет. Он беседует не с скороходами, не с борцами, но убеждает этими словами восстановить силу внутренних помыслов, ослабевшие от искушений. Представь, близкого ты стоишь. С кем будешь призывать Бога? С херувимами. Подумай, с кем вместе ты ликуешь? И этого достаточно будет для возбуждения в тебе бдительности, когда вспомнишь, что ты, облеченный телом и связанной плотью, удостоен прославлять общего всем владыку вместе с бесплотными силами. И так никто с рассеянной душою пусть не участвует в этих священных и таинственных песнотениях. Никто пусть не имеет в себе житейских помыслов в такое время, но изгнав из души все земное, переселив всего себя на небо и как бы стоя близ самого престола славы и воспаряя вместе с серафимами, пусть каждый возносит всесвятую песнь Богу славы и величия. для того и повелевается нам стоять добре в то время, ибо стоять добре значит не что иное, как стоять так, как следует человеку стоять перед Богом со страхом и трепетом, с трезвенною и бодрственной душою. А что это изречение относится к душе, объясняет также Павел, когда говорит так, стойте в Господе возлюбленные, как стрелок, желая метко пускать стрелы, прежде всего заботиться о своем положении, старается стать прямо против цели и тогда начинает пускать стрелы. Так и ты намереваясь стрелять в злую голову дьявола, сначала позаботься о состоянии своих помыслов, что приняв прямое и удобное успешно пускать в него стрелы. Это о молитве. Но так как дьявол придумал кроме неродения в молитвах еще некоторое другое, весьма прискорбное зло, то нужно заградить для него и этот вход. Какое же зло придумал лукавый демон, видя, что вы соединены как бы в одно тело и слушаете проповеди с великим усердием. Он не посмел подослать кого-нибудь из своих слуг, чтобы их советами и внушениями отвлечь вас от слушания, так как знал, что никто из вас не допустит таких советников. Но он вмешал в вашу толпу каких-то разбойников и карманных воров и настроил их похищать у многих часто собирающихся сюда, завязанное в их кошельках золото. Это случалось здесь нередко и со многими. И так чтобы этого не было и чтобы потеря денег со временем не погасила ревности к слушанию. Если многие будут подвергаться этому, я прошу и убеждаю всех вас, чтобы никто не входил сюда, имея при себе золото. Ваше усердие к слушанию не должно служить для них поводом к злодеянию, и получаемое вами удовольствие от пребывания здесь не должно отравляться кражей денег. Дьявол устроил это не для того, чтобы сделать вас бедными, но чтобы потеря денег тяжко огорчая вас отвлекла от ревности к слушанию. Так и о, он лишился его имущества не для того, чтобы сделать его бедным, но чтобы отклонить его от благочестия. Дьявол заботится не о том, чтобы отнимать деньги, он знает, что деньги мечто, но чтобы лишением денег вовлечь душу в грех. Если он не в состоянии будет сделать этого, то будет считать себя неуспевшим ни в чем. И так, когда он отнимает у тебя золото или при помощи хищников или каким-нибудь другим способом, ты, возлюбленный, зная его намерение, прослась владыку, тогда ты приобретешь более, чем потерял и нанесешь врагу двойной удар тем, что не огорчился и тем, что возблагодарил Бога. Если он увидит, что потеря денег сокрушает тебя и побуждает рап стать на владыку, то никогда не перестанет делать то же. А если увидишь, что ты не только не хулишь создавшего тебя Бога, но и благодаришь Его при каждом случающемся бедствии, то перестанет подвергать тебя искушениям, поняв, что искушение бедствиями служит для тебя поводом к благодарности и приготовляет тебе светлейшие венцы и большие награды. Что же было сиовом, когда дьявол отняв у него имущество и поразив его тело, увидел его приносящим благодарение Богу, то не посмел более приступать, но потерпел постыдное и решительное поражение и отступил, сделав подвижника Божьего более славным. Зная это, будем и мы бояться только одного греха, а все прочее переносить мужественно, хотя бы постигла нас потеря имущества или телесная болезнь, или неуспех в делах, или оскорбление, или клевета, или какое-нибудь другое бедствие. Все это по свойству своему таково, что не только не повредит нам, но может принести нам величайшую пользу, если мы будем переносить это с благодарностью и доставить нам большие награды. Ты знаешь, что Иов после того, как увенчался всякими венцами терпения и мужества, получил вдвойне все потерянное, а ты получишь все не вдвойне и не втройне, но во сто крат больше, если будешь переносить несчастье мужественно, и наследуешь жизнь вечную, которой расподобимся всеми благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.